Всем привет! Меня зовут Настя, это канал Антресоли, это канал о парфюмерии и не только. И сегодня у нас с вами приятная, приятная парфюмерная встреча. Дело в том, что 2023 год нам подарил потрясающий аромат. А не часто, скажу честно, не часто в последнее время ко мне в коллекцию попадают полноразмерные флаконы. Я все больше отдаю предпочтение отливантам, потому что чем взрослее ты становишься, тем более осознанный и осознанен ты становишься в каких-то крупных покупках, а все-таки нишевая парфюмерия это достаточно крупное приобретение. Поэтому прежде чем ко мне попал этот аромат, вот этот вот аромат, я сначала его, конечно же, изучала теоретически на фрагрентике, на различных других ресурсах, где можно почитать отзывы об аромате. Затем я отправилась в Золотое яблоко, потому что там он представлен, и стала его тестить на блотерах, на коже. И как только я нанесла его на запястье, походила с ним сначала в магазине, потом вышла за пределы какафонии и различных ароматов, а затем на улице я поняла, что... Так, Настя, стоп. Кажется, мы попали. Кажется, мы влюбились. Кажется, нам это надо. Так, что будем делать? Сначала анализатор. Как много у меня в коллекции тубероз? Ну, немного. Моя самая любимая тубероза фруктовая, это, конечно же, Гоза Джарабам. Но сейчас другой период, сейчас осень, а Гозу все-таки я предпочитаю в более теплый период носить. А сейчас уже время сливочных, каких-то теплых, лактонных тубероз. И у нас такого еще нет. Это прекрасный аромат. Это единственный такой действительно запавший мне в душу аромат тубероза за последнее время. И это аромат от Франко Бакле. Это новинка 2023 года, как я уже сказала. Это аромат хамелеон. И для меня он действительно стал таким. Это прекраснейшая сливочная молочная тубероза, которая переливается, как перламутровая пуговица, переливается, как шелковое красивое платье в лучах софитов. В общем, это моя первая работа от Франко Бакле. Конечно же, я хотела бы вас порадовать распаковкой, но дело в том, что для этого у меня есть мой парфюмерный телеграм-канал Антресоль. Вот он. Или вот он, где-то здесь он будет. Также есть ссылка в инфобоксе. Подписывайтесь, потому что я его веду сейчас достаточно активно. Там происходят все затесты, подробные распаковки, различные подборки, естественно, аромат дня и, в общем, всевозможные другие парфюмерные болталки. А здесь, на ютубе, я уже показываю аромат спустя время. Итак, ну, начнем с того, что, конечно же, у всех ароматов Франко Бакле красивые коробки, в которых можно потом хранить что-то, например, от Леванты. Минус флаконов. То, что они, конечно же, заляпливаются, как любые глянцевые флаконы. Итак, это серия вот этих вот красивых таких вот лаконичных черных флаконов. Мне кажется, вообще, в целом, в последнее время все ароматы, которые выпускаются под этим брендом, уже вот в таких флаконах, а не вот этих вот бутузиках квадратных. Как я уже сказала, это аромат на тему сливочной туберозы. Он невероятно женственный. Он ванильный. Он вроде бы такой понятный, но это когда вот не хочется думать, что надеть. Не хочется быть странной. Не хочется быть загадочной. Что все спрашивали, боже мой, от кого так пахнет огурцами? Или от кого так пахнет кострищем? Где-то что? Где-то жарили шашлыки. А когда хочется быть просто женственной, хочется просто нравиться себе прежде всего, когда хочется, чтобы от тебя пахло цветами, и желательно, чтобы они были максимально притягательные, это вот про это. Не зря кто-то на фрагрантике написал, что так, почему так мало комментариев про этот аромат, почему так много отзывов. Это же очень, очень такой, знаете, как это правильно сказать, очень мейнстримовый как будто бы аромат. То есть уже заочно можно сказать, что он будет очень популярен. Опять же, если он не смешается где-то в новинках с другими брендами, то мне кажется, что этот аромат от Франка может быть действительно одним из самых популярных. Помните, когда-то давно, когда вышел кокаин от Франка, он надел очень много шуба, и действительно отзывы и мнения, касаемые его, разнятся как в бокоре. Кому-то очень сильно нравится, а кому-то нет. К сожалению, мне не нравится ни один аромат сейчас на данный момент от Франка Бакле, кроме хамелеона так сильно. Опять же, хамелеон произошел в моей жизни только потому, что я дала этому бренду второй шанс, потому что у меня были две попытки. Первая, это, конечно же, кокаин и вот эта ужасная тубероза, которая на меня не села. Опять же, кстати, это такой, знаете, аромат травмы, который, собственно, и заставил меня задуматься, нужна ли мне тубероза. И второй аромат, это аромат Крайм, который приехал ко мне в почти пустом отливанте в Сайтерн Дву. Еще одна моя травма, думаю, да что ж такое, как-то у меня не клеится. С этим брендом я знала, что есть прекрасный аромат в духе табака-ваниль-табака, там прекрасный шипер есть, прекрасный иланг вот в этих вот таких квадратненьких ароматах, но вот мне хотелось вот эту линейку как-то, в общем, затестить. И, честно признаюсь, второй подход был действительно удачный, помимо полноразверного флакона в моей коллекции. 100 мл, кстати, и это версия экстракт, версия духи. Это невероятно стойкий аромат, он не громкий, он сидит достаточно близко к коже, но его слышно и вам, и окружающим, и в шлейфе. В общем, идеальная, идеальная формула, и помимо хамелеона мне понравилось еще два аромата у франка, так что я думаю, это не последний, это первый, но не последний полноразмерный флакон в коллекции. В общем, девчонки и мальчишки, если вы ищете такую действительно носибельную сливочную табирозу, в которой не будет странных раздражающих нот, которая не будет душить, которая не будет раздражать, которая будет мягким, какой-то мягким слоем, да, второй кожей на вас сидеть, но все же это духи, и они ощутимы, и это не какой-то колонии или туалетная вода, которая слетает. Нет, это действительно, когда вы хотите надеть на себя костюм невероятно женственной, нежной, мягкой натуры. И неважно, кто вы, мужчина или женщина, мне кажется, он абсолютно унисексовый вообще. Я приверженец того, что не бывает только мужских или только женских ароматов, все зависит от вкуса. В общем, я пришла к вам с приветом рассказать, что вышла такая вот прекраснейшая новинка. Опять же, если наши с вами вкусы совпадают, то я рекомендую вам отливантиться, оботливантиться, пока есть такая возможность. Выгоднее всего этот аромат сейчас по стоимости на сайте Рандеву. К сожалению, на Алюре он чуть дороже, но опять же, я продолжаю любить всем сердцем Алюр. Алюр, свяжитесь со мной. На духах РФ я его не смотрела. В Золотом яблоке по скидкам. Но он выйдет примерно так же, наверное, как на Алюре. В целом, вполне доступный. Да, это ниша. Люксовая, прекрасная, невероятно красивая. Опять же, если вы большой поклонник или большая поклонница распаковки, и вам нравятся, как шуршат бумажечки и шуршат слюда, то, конечно же, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там можно распаковку посмотреть. Это аромат прекрасного со всеми эмоциями и первым впечатлением. Я была очень рада с вами поделиться своей новинкой, своим полноразмером. Не часто на моем канале можно встретить подобные видео, которые посвящены одному аромату. Но, опять же, если вам интересен такой формат, и вы хотите, чтобы я больше снимала такие моно-обзоры, моно-обзоры бренда или моно-обзоры какого-то одного аромата, напишите в комментариях, я обязательно к вам прислушаюсь. Ну, а с вами была Настя, канал Антресоль. Подписывайтесь на Телеграм-канал Антресоль. И до новых встреч в следующем видео, которое выйдет уже совсем-совсем скоро. Пока-пока.